Здравствуйте! Это новости на Дону в студии Артём Тарасов. Смотрите выпуски. Для комфорта нужны современные стройматериалы. Губернатор побывал на крупном предприятии и провёл совещание по модернизации производства. Нам нужно вернуться к тому времени, от которого мы когда-то ушли. Мы должны работать на заказ специалиста под конкретную задачу. Стерилизовать или убивать. Спор о том, как очистить улицы от бездомных животных к Мундиалю. 12 тысяч было езжай. Вот отлов. В последующий автонавт приезжали и уничтожали. Ударная замена. Выпустив разом Калачёва и Зуева, Кучук добился крупной победы Ростова над Уфой. Я говорил, что ты должен будешь выходить во втором тайме для усиления нашей игры впереди. То, что и произошло, и что получилось. Торговля заметно оживилась. По мнению Василия Голубева, важными направлениями развития двусторонних связей могут стать ЖКХ, здравоохранение, сельское хозяйство. В свою очередь Гарри Корен выделил перспективы сотрудничества Израиля и Ростовской области в образовании и науке. Мы изучим также перспективы работы с Вашими вузами и Федеральным Южным университетом. Я понимаю, что тут технические есть вузы, инженерные. Я думаю, это тоже неплохая перспектива. Мы не говорим обязательно об Армении студентов, но, может быть, изучить для Вас будет интересный израильский опыт. Посол пригласил донскую делегацию в Израиль на два крупных международных события – выставку водных технологий и систем экологического контроля, а также сельскохозяйственную выставку. На благоустройство дворов и общественных пространств в следующем году потратят полтора миллиарда рублей. И эта обнушительная цифра дает серьезные перспективы строителям, рассказал губернатор руководителям крупных компаний за круглым столом. Обсуждали развитие рынка стройматериалов. Именно от их качества зависит создаваемая комфортная среда. Тагмета, Тамаша, Сельмаша – еще ряд предприятий построены с помощью металлоконструкции, которые вот уже 60 лет выпускает Южтехмонтаж. Сейчас завод отправляет свою продукцию на строительство моста в Крым. Технологии современные. Объемы производства растут. Не революция, а эволюция шагами. То улучшается, то улучшается. Технологии еще новые, на месте не стоят, и мы постепенно пытаемся их внедрять у себя. Не только новое оборудование позволяет предприятию быть на подъеме. Большое значение придают кадровые политики. У нас бережное отношение к молодым сотрудникам. Мы их обучаем, мы их пестуем, причем со студентов. Молодых сотрудников прибавилось, когда на заводе появились танки с программным управлением. И гастарбайтеров нет. Ведь даже работа сварщика не такая простая, как кажется. Аттестованные, обученные сварщики, которым можно доверить производство, это вот тот фактор, который позволяет говорить, что эта конструкция будет сделана правильно или же наоборот. Эти сварщиков вообще нельзя допускать к производству. За полгода аттестацию в центре прошли полторы тысячи сварщиков. Не только своих были и сотрудники других предприятий. Только практика на реальном оборудовании поможет вырастить из студента, квалифицированного специалиста, считает ректор ДГТУ. Но знаете, как всегда говорят, спотыкаются об этих практикантов, они даже в некоторых местах мешают. Иди домой, я тебе подпишу все эти документы, которые у вас есть. В принципе, это надо исключить, потому что завтра, послезавтра уйдут те старые работники, которые сегодня работают на заводах. Все равно придется прийти к молодым тем. Обучать студентов нужно по заявкам предприятий, считает губернатор. Принципиально важно сегодня, чтобы вы готовили специалистов для предприятия, а предприятия, производство, бизнес были заинтересованы в этих специалистах. Поэтому они их, по сути дела, должны заказывать. Нам нужно вернуться к тому времени, от которого мы когда-то ушли. Мы должны работать на заказ специалиста под конкретную задачу. Для развития стройиндустрии необходимо и стимулировать техперевооружение производств. В этом году на поддержку развития компании в областном бюджете предусмотрено больше миллиарда рублей. Мария Индрикова, Станислав Аменко, ДОН-24, Ростов-на-Дону. Убивать или стерилизовать? Есть только два таких разных по гуманности способа избавить Ростов и область от стаи бродячих животных в Мундиалю. Представители Общероссийского народного фронта занялись этой проблемой, провели мониторинг госконтрактов на отлов и пришли к ошеломляющим результатам. В то время как убийство бродячих животных нарушает гражданский кодекс и постановление областного правительства, практически в каждом муниципалитете Ростовской области заключены контракты с частными службами на отлов и утилизацию бездомных собак и кошек. А пунктов содержания и стерилизации в них нет. Схема, утвержденная губернатором, отлов, стерилизация и вакцинация не работает практически ни в одном городе. Безвозвратные отловы, по сути. За этой фразой, более или менее красивой, достаточно страшные вещи скрываются, о которых не совсем приятно говорить, но говорить нужно. Я считаю, и это доказано всемирной организацией здравоохранения, что именно массовые стерилизации – это единственный эффективный путь не только к профилактике бешенства, но и к достоверному сокращению численности популяций бензорных животных. Противоположная точка зрения у Сергея Чернецкого. Он давно занимается отловом бродячих собак и не скрывает, что за месяц убивает не меньше тысячи четвероногих. А о смертельной инъекции говорит с удовольствием. Вы сейчас так разговариваете, такие все хорошенькие товарищи, так не пойдет. Сначала зачистите территорию, а потом будем заниматься стерилизацией, констрацией. Тысячу, 10-12 тысяч было ежегодно отлов. В последующей автонависть приезжали и уничтожали. Индивидуальный предприниматель считает такую практику самой эффективной. А зоозащитники предлагают перенять опыт администрации Нижнего Новгорода. Там уже пять лет стерилизуют и прививают животных, а потом пристраивают в добрые руки через частные приюты. И это позволило сократить численность бродячей живности с десятка тысяч особей в пять раз. О проблемах безнадзорных животных пока только говорят. Овоз и ныне там. Вопрос с численностью по-прежнему острый. В то время, когда чемпионатом мира по футболу остается не больше года. Галина Горлова, Сергей Вишняков, Дон-24, Ростов-на-Дону. Тимофей Калачев остался в засаде гостевого поединка с Уфой. Лидер Ростова вступил в бой за полчаса до конца противостояния. И этот ход принес команде первую в сезоне разгромную победу и второе место в таблице. По сравнению с предыдущей игрой, Леонид Кучук поменял практически половину состава. В первом тайме плодов от этого видно не было. Команды выглядят на равных, но играют практически без угроз воротам. Разве что в концовке тайма Дидюн скидывает мяч на Думпию в штрафной. Малеец бьет, но выше. И Михей Мевли сказать в перерыве практически нечего. Игра пока закрытая. У нас было несколько неплохих подходов. Постараемся воспользоваться шансами во втором тайме. Защитник как в воду глядел. Правда, сначала пришлось увидеть гол в свои ворота. Локальный успех Уфе принес угловой. Андржей Ванек пробил слету из-за пределов штрафной и невероятно попал в дальнюю девятку. Такая красота лишь раззадорила Гацкана и компанию. Ответный удар нанесен уже через минуту. Сергей Паршевлюк простреливает низом. Дидюн бьет эстет с кипяткой, но Белинов чудом справляется. Однако мяч достается нашему капитану и 1-1. Кучук делает последние указания Калачеву и проводит двойную замену. Выпускает вместе с земляком-белорусом Зуева. И сразу же первый находит передачи в штрафной второго. А герой дебютного гола Ванек фалит. И пенальти во втором матче подряд. И опять точный удар Калачева. Один из столпов Ростова, получив в первом тайме заслуженный отдых, летает как на крыльях. Устинов после розыгрыша аута отдает ближе к штрафной. Дидюн борется и скидывает мяч на Калачева, который с левой оставляет Белинова неудел. 3-1. Три гола уложились в 9 минут. А еще через 10 ростовчане получают право на штрафной. И снова на сцене маэстро Калачев. Теперь уже правой навешивает практически во Вратарскую, откуда Миха Амевля на опережении головой доводит счет до крупного. А Калачев по системе гол плюс пас за полчаса набирает 3 балла. В Ростове было очень жарко эти дни. И поэтому непросто восстанавливаться. И мы с Тимофеем разговаривали на эту тему. Он хорошо к этому относился. И я говорил, что ты должен будет выходить во втором тайме для усиления нашей игры впереди. То, что и произошло, и что получилось. Получилось здорово, благодаря чему Ростов выходит на второе место, привычное по позапрошлому сезону как минимум до Южного Дерби. В воскресенье желто-синий примут Краснодара. Наш телеканал покажет это историческое событие в 19.30. Лев Клинов, Дон-24, Уфа. Ничьей с чемпионом Франции завершил первый тренировочный сбор в Германии Ростов-Дон. Встреча с клубом Мец шла мяч в мяч и завершилась со счетом 21-21. Отлично сыграли вратари Сидойкина и Песоа. Отбивали каждый второй бросок. Сбор получился очень интенсивным. За неделю девушки сыграли 4 товарищеских матча. Победили немецкие Трир и Байер. А с Меценгеном была ничья. Ростовчанки вернулись домой, но уже в среду улетят в Бухарест на второй сбор. До 27 августа Ростов-Дон проведет в Румынии, Греции и Македонии еще несколько товарищеских встреч. И сыграет в турнире Вардер Трофи. Его участники такие суперклубы, как Черногорская Будучность и Македонский Вардер. А также Бухарест, Датский Оденце и Краснодарская Кубань. Это все новости к этой минуте. Следующий выпуск смотрите в 15 часов. Еще больше новостей на обновленном сайте don24.ru. В студии был Артем Тарасов. До встречи.